Драгоценный Господь Выше планов человеческих, выше тем более намерения ада И мы принимаем от Тебя сейчас полноту защиты Мы принимаем полноту действия ангелов Твоих Потому что Ты повелел ангелам ополчаться вокруг нас Ты нас напаяешь и Ты нас укрепляешь Ты нас переводишь от силы в силу, от веры в веру Я молюсь сейчас за жителей страны Чтобы не просто группка людей Или те, которые знают Тебя лично, молились Но чтобы это число умножалось Чтобы ходатайво и молитвенников становилось больше с каждым днем И пусть и сегодня, в два часа дня По всему лицу земли поднимаются ходатай Поднимаются молящиеся за землю, на которой Ты дал нам жить Или люди, которые когда-то жили на ней Но сейчас находятся в других городах и странах Я молюсь, чтобы сердце было преклоняемо сейчас перед Тобой И чтобы рука всемогущего Бога переводила от силы в силу От веры в веру, от славы в славу Я благодарна Тебе, что тот, кто в нас Больше того, кто в этом мире И Твое намерение не может быть остановлено И печать Твоя лежит на словах власти Я благодарю Тебя за это, Господь И мы прямо сейчас, стоя перед Тобой Передаем Тебе эту землю Передаем жителей этой земли Передаем Тебе Россию И передаем Тебе их руководителей Господь, всех, кому необходимо сейчас Оказаться под светлыми лучами Твоего света, лица Твоих глаз Отец, мой гута лапсет пледа фрейсис Ламанда гота либат прейс Лаварта кира пале вердес Лавита плодас пале лейс И я благодарю Тебя, потому что Сегодня Ты не молчащий Бог Сегодня Тот, кто взвешивает сердца И души человеческие на троне Ты царствуешь Ты никому не отдал свою власть И я благодарю Тебя за это, Господь Я благословляю сейчас слово, которому должно звучать Принимаем от Тебя это право Молиться, благословлять И не останавливаться, доколе не произойдет Полный плод и результат В той земле, где Ты нас поселил Слава Тебе за это И мы можем сейчас сказать Это моя Библия Я есть то, что в ней сказано Я есть Я имею то, что в ней сказано Я имею Я могу то, что в ней сказано Я могу И теперь я смело заявляю Мое сознание готово Мое сердце открыто Принять непорочное, неизменное Вечно живое семя Слова Божьего Это изменит мою жизнь Навсегда, навсегда, навсегда Во имя Иисуса Христа Аминь Садимся, друзья, в Божьем присутствии И сегодня уже звучало Что мы находимся с вами В определенных особых днях Это дни, которые отмечают Еще пока не дни трепета Сегодня как раз завершается Праздник Рож Ашана И мы входим в дни трепета И о самих днях мы поговорим Чуть позже Сегодня немножко коснемся Но я хочу сегодня обозначить Тему коронация Коронация Кого коронуем Для чего коронуем И вообще, что из себя Представляет тот праздник О котором мы с вами поговорим Дело в том, что мы с вами Уже не один раз это делали В предыдущие годы Но сегодня я хочу сделать Несколько других акцентов И послание Вернее, Бог сказал через Моисея Дав нам это послание Книга Левит И сказал Господь Моисею Говоря Объявися нам Израилевым И скажи им О праздниках Господних Которых должно созывать Священное собрание Вот праздники Мои Господь их сказал Как закон Как повеление На все века На все народы Хотя это обращение было К израильскому народу Но в любом случае Сегодня мы вошли Как племя Авраама Как семя Авраама Через Христа И стали частью его программы И сказал Господь Моисею Это уже 23 стих Говоря Скажется нам Израилевым Седьмой месяц В первый день месяца Да будет у вас покой Праздник труп Священное собрание Да будет у вас Никакой работы не работайте И приносите жертву Господу Итак, друзья Праздник труп Или праздник трубления И в отличие от других праздников Я не знаю Знаете или нет Чем этот праздник Отличается от всех остальных В основном все праздники Это события Которые были в истории И они говорят о грядущих днях В том числе Например, вышли из Египта Это событие Для израильского народа Они вышли из рабства Они видели много чудес В своей жизни Они вышли оттуда Но они пошли В новую землю обетования У них был период Исторического преображения Как нации Восстановление их После рабства И что получилось в результате? В результате Иисус показал Или Бог показал На жертву Иисуса Который будет Нас избавлять Кровью своей От всех Рабских состояний Греха Мнений человеческих И так далее И так с другими Тоже праздниками Когда Бог дал Тору Когда день Пятидесятницы Ну и так далее Все праздники Они уже были в истории Потом проявились В одни Христа Но если говорить О празднике труп До сих пор Раввины стоят Перед вопросом Что это за праздник? Поэтому они определили Какие-то события И поэтому для нас с вами Они отметили эти события И отметили их как Первое из них Это Рождение Адама Сотворение Адама Рождение Не совсем корректное слово Для Адама Он был сотворен Поэтому у нас сегодня Праздник человечества С днем Сотворения Вас, друзья Поэтому Адам Когда-то был Богом сотворен Именно вот это Протрубило Старт Человеческой судьбы И Господь Запустил Вот этот механизм Жизни В процессе Времени И пространства Поэтому для нас С вами надо понимать Что это наше Общечеловеческое Состояние Праздника Но оно же И с ответственностью Почему с ответственностью? Потому что Я думаю Что каждый из вас Чего-то на земле творил Во-первых Вы можете Производить что-то С учетом В вашей профессии Можете производить Какие-то даже Поделки Что-то вы делали С детьми Что-то делали Когда были сами Маленькими Либо когда вы выросли У вас есть какой-то Навык что-то творить И вы с радостью Это делаете Кто-то вяжет Кто-то шьет Кто-то пилит Кто-то дома строит И так далее И если вы что-то сделали Своими руками И приходит Человек туда Жить В этот дом И как он будет Оценивать вашу работу? По качеству Сделанных Внутри Процессов Если эти процессы Они сделаны Где-то труба Потечет Где-то крыша Течет Где-то ветер Задувает В окна И вы понимаете Что-то не очень Качественно Была сделана Работа И вы оцениваете Строителя По качеству Или наоборот Когда вы Объехали в дом И вас все радует И вы понимаете Что этот человек Выполнил свою работу Качественно И вот мы так Оцениваем свой труд И нас так оценивают По продукту Который мы произвели Творец Произвел человека И произвел Человечество Как вы думаете По каким критериям Он будет нас Взвешивать? Потому что Он вложил в нас Как свою программу Как свой потенциал Как определенные задачи Которые он нам положил И поэтому День Творения Человечества Или день Рождения Потом Всех последующих После Адама И есть День в году Который Бог Прописал В своем слове И сказал Вот это будет Праздник трубления Это будет Праздник труб Когда вы будете Заканчивать Один цикл И переходить В другой цикл Года И поэтому В этот момент Вы будете На моих весах Насколько Исполняете Своё предназначение Насколько Исполняете Своё призвание Если у нас Сломался стаканчик Или разбился Или сломался Может быть Пластмассовый стаканчик Будем ли мы Над ним плакать И говорить Слушай, стаканчик Я так тебя ценил А ты у меня Прям развалился В руках У нас есть чем Заменить Как вы думаете Есть ли у Бога Кем заменить нас Не хотелось бы Правда? Очень не хотелось бы Потому что Каждому из нас Дано своё призвание И Господь хочет Чтобы мы Выполнили Своё предназначение Конечно Он с нами Не расстаётся Как мы Со стаканчиком Но он Точно нас Звешивает По тем параметрам Которые он В нас Вложил Поэтому Друзья Когда мы Говорим О празднике Труп Это Из прошлого Если взять То это Рождение Человечества Восстановление Вот этой Жизненной дороги По которой Всё человечество Идёт Если мы Посмотрим На старте Что было С человеком И что мы Имеем Сегодня В 21 веке То мы Конечно Если бы Сравнивать Нам Адама С сегодняшним Человеком То мы Могли бы Очень много Различий Найти И одно Из них Это потеря Вообще Связи с Творцом У человечества И вот тогда Когда потеря Связи с Творцом Вот это Опасно Для самого Человека И опасно Для человечества И поэтому Мы то с вами Уже знаем Читая книгу Откровения Что праздник Труп Это то Что указывало На трубы Которые будут звучать В конце Человеческой Судьбы И они точно Будут звучать И они уже звучат Кстати Мы сегодня С вами что-то Даже услышим Не только увидим Итак Когда Бог Постанавливает Свой новый виток Для человечества Он дает каждому Время Возможность Осознать И вот эти Десять дней в году Он определяет Сразу после праздника Труп Сегодня он заканчивается Семнадцатого числа Это всегда плавающие даты Из-за того, что есть Календарь лунный Не только солнечный И поэтому В этом году С пятнадцатого По семнадцатого Вот эти дни Этот праздник Рож Ашана То есть Глава Года Кто будет главой года В твоей и моей жизни Определяется на старте года Но через то, что мы Анализируем предыдущий год И можем сделать Определенные свои выборы Или выводы Но что еще интересно Что вопреки распространенному мнению Что человек только взвешивает себя Еще Бог взвешивает человека О чем мы сейчас сказали И Когда звучит звук шафара А он всегда звучит в этот праздник То там есть три направления звука И первое направление Это когда человек определяет Кто же царь И кого я буду короновать На этот год В своей судьбе Вот это первая часть звука Определяет Кого ты коронуешь Обратите внимание На состояние сердца людей Живущих вокруг нас Которые говорят Вот это я могу сделать А вот это не могу Вот здесь мне не под силу Либо я сомневаюсь Что я смогу Я думаю, что мы Сами себя можем найти В таком положении Либо с кем-то Когда мы общаемся И это справедливо Потому что мы оцениваем Свои ресурсы Но тогда Когда человек знает Кто царь в его жизни То ресурсы тогда Оцениваются не наши А его И прошлый раз Когда мы говорили Кто это Мы говорили о себе Мы говорили Вообще о людях О Боге и о враге Кто же это Кто встает у нас на пути И когда мы узнаем Кто же наш Бог То мы захотим Его короновать В своей судьбе На грядущий год Потому что ресурсы Не наши А его Тогда мы подключаем Ко всем вопросам Нашей судьбы Когда мы берем Эти ресурсы И говорим Господь Ты мне поручил Эту задачу Мы сегодня слышали Кризисный центр Как можно его сделать Просто на уровне Логики На уровне всех расчетов Опираясь только на зарплату Невозможно Потому что там Не одна судьба Там множество людей Там множество запросов И нужды Поэтому ресурс Неба понадобится И когда мы включаем Его Царственную природу В нашу жизнь Говорим Господь Я тебя короную На старте года Я хочу чтобы Твой ресурс В моей жизни проявился Не мои ограниченные Беспособности Которые я вижу Каждый раз Когда подхожу К какой-то трудности Когда подхожу К каким-то решениям На которые я По-человечески Повлиять не могу Но если я влияю Через престол То я могу повлиять На самые Знаковые решения Кто бы их ни принимал Я могу на них повлиять Не в смысле Манипуляции А в смысле договоренности С тем Богом Который поручил Мне что-то сделать На этой земле И он поручил Сделать это Качественно И до конца В его честь И в его славу Итак, друзья Когда звучит этот звук То я принимаю решение Короновать его В своей жизни И вторая часть Коронования Этого звука Это когда происходит Определенное Взвешивание Взвешивается Человек Богом Это мы уже сказали Но вот эта вторая часть Как раз Это воспоминание И взвешивание Когда мы вспоминаем Какие-то события В своей жизни Бог напоминает Какие-то вещи Вот у нас сейчас Вчера закончился Энкаунтер Как раз можно было И знаете Это прям удивительное Совпадение По датам И по самому мероприятию Которое прошло Что это возможность Действительно Какие-то вещи вспомнить При том Что Бог тебе напоминает Посмотрите Если говорить о звуке Снизу вверх Мы поднимаем коронование То есть это наше решение И мы принимаем Короновать Бога В своей жизни Потому что тот Кто это не делает У него есть большой риск Вообще Ни год не прожить Не получить Больше никаких возможностей От Бога Потому что Самое основное предназначение Быть с Богом У человека Бог для этого сотворил нас И когда это предназначение Не выполняется Каждый год Человек очень рискует Не вступить В следующие возможности И соответственно Когда звучит После коронации Звучит следующее Воспоминание Когда признает человек Силу Всевышнего В своей жизни А потом говорит Я тебя короную И теперь я хочу Твое воспоминание Обо мне Привести на память И в свой разум О чем речь? Дело в том Что Господь о нас Не то чтобы забывает Он никогда нас не забывал И не забудет Но приводя на память Себе и нам Какие-то события Нашей жизни Он показывает Что его удовлетворяет В нашей судьбе Насколько мы соответствуем Тому что он О нас думал И мечтал Поэтому мы коронацию Посылаем туда Как звук А он оттуда Говорит Я тебя вспомнил Я вспомнил И о твоих предках Я вспоминаю О тех От какого рода Ты произошел Я знаю Те которые В моих глазах Исполнили предназначение И на них Ли ты ориентирован Помните Павел сказал Подражайте мне Как я Христу И соответственно Когда вот эти вещи Происходят То следующее После воспоминания Это еще одна часть Этого звука Происходит Такое утверждение Когда Бог говорит Я даю тебе Встретиться Лицом к лицу Со мной Потому что Третья часть звука Это воспоминания О торе Которой Бог дал Человечеству Слово Божье Когда оно Пустилось на землю И вот происходит Три части звука В праздник коронации В праздник Рош-Ашана Когда вот эти Все три звука Должны соединиться Человек Признает Царство неба В своей жизни Царство Бога Бог Воспоминая Какие-то добрые вещи Утверждает Этому человеку Возможность идти дальше А почему добрые? Потому что Негативные надо Оставить покаянием Не надо их переносить дальше И третье Он дает свое слово Человеку познать И встретиться Лицом к лицу С его посланием Для человечества Я хочу Чтобы мы сейчас Встали И прозвучит Вот этот звук Рош-Ашана Из трех этих частей Чтобы мы сразу Реально для себя Приняли вот это решение Господь Я короную тебя В своей жизни Прямо сейчас Я короную Твое царство Призываю И хочу Чтобы оно было В моей судьбе Реализовано на сто процентов И также Я соглашаюсь Чтобы ты взвесил меня сейчас И те воспоминания Которые у тебя есть Обо мне доброго Утверди А то что негативного Покажи Чтобы я мог от этого Отказаться Не нести это В следующий год И принять от тебя Еще и то слово О котором мы договорились Что оно будет живым Для нас в этом году Пусть оно оживает И пусть лицо твое Я всегда вижу Через эти строчки Пожалуйста Звук дайте Субтитры создавал DimaTorzok 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 Господь, мы коронуем тебя сейчас В твоей жизни на этот год Мы принимаем твое господство Мы принимаем твою власть Мы принимаем твое слово Для нашей жизни Чтобы оно корректировало нас Там, где мы пойдем Где будем вступать И я благодарю тебя Что для нас это ценно и важно И поэтому мы сегодня На основании твоего слова Говорим Да исполнится то слово Которое ты дал нам Слышать О праздниках господних И сейчас это то время Когда мы на твоих весах Поэтому все, что не твое Пусть оно останется За пределами этого года И в Новый год с нами не вступит Но то, что твое Пусть оно будет утверждено И ресурсы неба Будут для нас открыты Я благодарю тебя за это, Отец И мы принимаем Твое благоволение На грядущий год И на эти десять дней Трепета Во имя Иисуса Христа Аминь Присаживаемся Книга чисел Десятая глава Посмотрите, как трубы Участвовали в жизни Израильского народа Сыны Аароновы Священники Должны трубить трубами Это будет вам Постановлением вечным В роды ваши И когда пойдете На войну в земле вашей Против врага Наступающего на вас Трубите тревогу трубами И будете воспомянуты Пред Господом Богом вашим И спасены будете От врагов ваших Обратите внимание Что оказывается Звук трубы Он еще оповещает О грядущей победе Не просто о том Что мы выходим на войну И всех созываем Как тогда станы Должны были По каждому звуку Выходить каждый стан А когда мы говорим Господи А мы знаем Ты идешь впереди нас И поэтому Твой звук трубы Мы сейчас его Делаем звучным Сильным И когда мы выходим на войну То это не мы пошли Ты пошел Как много утеряно Сегодня в современном мире Из того Что Бог оставил нам В Священном Писании И пришло время Ожить этим словам Друзья Пришло время Чтобы праздник не был Просто знаете Очередная дата А чтобы мы понимали Что мы делаем Что мы сегодня Благодарим Бога За то Что когда-то Был Адам Сотворен им А мы рождены На эту землю Для исполнения Предназначения Адама Населять землю Заботиться Об этой земле Заботиться о людях Которые на этой земле Появились А не уничтожать их И так далее Вот в чем Предназначение Адама И даже о животных Заботиться Но сегодня Вся тварь Стенает и мучается Ожидает откровения Сынов Божьих Потому что люди Потеряли этот статус Адама Управления И животным миром В благословении Этому миру И поэтому Это то Что нам надо возвращать И так друзья Когда идет речь О военных действиях То труба Возвещает Присутствие Божье В этих войсках И сегодня Я хотела бы С вами Услышать Пару звуков Которые уже звучали Но еще прочту Два места Писания сначала Иисус Навин Когда обходили Иерихон Это первый город В который они пришли По Божьему водительству Пойдите вокруг города Все способные к войне И обходите город Однажды в день И это в день И это делать шесть дней И семь священников Пусть несут Семь труп Юбилейных предковчегом А в седьмой день Обойдите вокруг города Семь раз И священники Пусть трубят трубами Когда затрубит Юбилейный рок Когда услышите Звук трубы Тогда весь народ Пусть воскликнет Громким голосом И стена города Обрушится До своего основания И весь народ Пойдет в город Устремившись Каждой Со своей стороны То есть мы видим Мы периодически Мы периодически их слышим В нашем служении Но мы не всегда Понимаем их значение Может быть Когда-то это попадает В десятку Когда-то Может быть Не совсем Но пусть это будет Действительное понимание Я хочу Чтобы этот звук Звучал всегда вовремя И возвещал Божью победу В книге Судей Когда Гедеон выходил Когда я И находящийся со мной За трубим трубою Трубите и вы Трубами вашими Вокруг всего стана И кричите Меч Господа И Гедеона У них в руках нет мечей Но у них есть трубы И есть светильники Им надо было Вострубить трубой И сказать А меч со мной Меч Господа И мой лично Меч со мной И потому сегодня Нам надо Активировать Духовное орудие Для того Чтобы навести порядок В том мире Где мы с вами живем Чтобы не ужас Нас настигал Как прочих людей А чтобы мы сказали Господь А где трубы твои Для нас сейчас И вы знаете Как ни странно Это звучит Но трубы Звучали в небе Кто-то из вас Видел эти ролики Я хочу сейчас Показать Одиннадцатый год Небольшая Такая заставочка Это небольшой Фрагмент Из этого ролика Когда прозвучали Трубы над Киевом Давайте мы послушаем Что, Аленка? Там те звуки Они капают Как в небо Они нас пугают Пугают? А как ты думаешь Что это такое За звуки? Знаю Они капают На небе Они далеко Там Они страшные Они капают Они капают Они капают Так как этот звук записан с телефона, поэтому качество его соответственное. И еще один приведу сейчас пример. Это в Израиле в 2016 году тоже был звук трубы. Шух! Шух! Сэлеми, демокр. Вау! Видно телефон? Итак, друзья, как ни странно, но сегодня этих звуков все больше и больше с каждым годом. Я не ожидала, что такое количество сейчас уже этого материала в интернете выложено. Вы можете посмотреть. С каждым годом нарастает это звучание по разным частям планеты. Бог не молчит. И Он предупреждал человечество и говорит, праздник труб — это для вас напоминание. Настанет момент, когда я возвращаюсь. Но я вас предупреждаю, и каждая труба, она несет за собой свои результаты. И поэтому то, что мы с вами сегодня видим, — это уже результаты прозвучавших труб. Еще будет одна или две. Потому что мы сейчас перед шестой трубой, либо она уже звучала, либо прозвучит. Но седьмая труба — это труба, когда совершится тайна Господня. Это вознесение. Я хочу, друзья, чтобы мы сегодня, как люди, знающие своего Бога, понимаем, кого мы короновали сейчас. Кого мы пригласили на территорию своей жизни, и как она будет проходить дальше. Будет ли у меня много праздного времени? Либо будет у меня много претензий друг к другу? Либо я все-таки скажу, Господи, вот эти 10 дней трепета я хочу провести при свете Твоего Слова, при свете Твоего лица и получить от Тебя коррекцию для своей жизни. Потому что сейчас — это очень ответственное время. Люди, которые привыкли каждый выходной день быть в служении, приходить и поклоняться Богу, слава Богу, за добрую привычку. Но это могло где-то убрать бдительность, что мне же каждый день необходимо с Ним встречаться. Мне каждый день необходимо с Ним говорить. И вы знаете, события, которые мы читаем в Священном Писании, например, Авраам, когда Господь определил, что Содом и Гамора будут уничтожены. И мы видим это событие и знаем, на мой взгляд, оно как раз проходило в те дни, хотя тут дата не стоит, которые сейчас мы называем праздником труп. Тогда еще не было этих праздников. Моисею Бог даст гораздо позже. Но с Авраамом он уже заключил заветные отношения. И после этого, когда в 15 главе заключает завет, а в 18 главе он идет разбираться с Содомом и Гаморой. И что там происходит, когда Авраам говорит, «Владыка, если обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». То есть Авраам, он находится на связи с небом. Он всегда наблюдает, где я могу сейчас быть благословением. И как он встречает этих гостей, вы можете сами прочитать. Я сейчас сокращаю эту историю. И сказал один из них, «Я опять буду у тебя в это же время, в следующем году. И будет сын у Сары жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер и сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных. И обыкновенная женщина у Сары прекратилась. И Сара, внутренне рассказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь ее утешение?» «И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму, «Отчего это сама в себе рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». О чем речь, друзья? Содом и Гомора чуть позже, но воздаяние по вере чуть раньше, чем придет суд на все человечество. И потому Авраам 25 лет ждал обетования Божьего. Достаточно долго. Но вот когда идет Бог разбираться, показывает нам вот этот пример и говорит, вот как будет к концу времен. Потому что в Евангелии от Луки, как было во дне Ноя, как было во дне Лота, так будет пришествие Сына Человеческого. И мы видим, а как было во дне Лота? Потому что Бог вывел Лота из Содома. И когда Он вывел, это и есть вопрос вознесения. Друзья, когда Он вывел Лота, что произошло? Произошло излияние этого огня, но Лот-то сам по своей праведности не был готов, чтобы его Бог спасал. Там вставал за него Авраам, и он ходатайствовал. И Авраам говорил, «Сначала Бог, «Хвопль содомский и гоморский велик, он и грех их тяжел, он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне или нет. Узнаю». И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. Он продолжает стоять, ходатайствовать за народ. Потому что он услышал что-то неприятное, потому что там живет его племянник, там живет его семья, а он услышал страшный какой-то приговор. И потому он начинает ходатайствовать. Пошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? И с праведником будет то же, что с нечестивым. Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь? И не пощадишь всего места всего ради 50 праведников, если они находятся в нем?» Друзья, сейчас у церкви задача ходатайствовать о тех местах, где уже разложение воняет. Где гнилостность такая, что хочется отворачиваться и не ходить туда. И когда мы только эти вещи слышим, то не вопрос осуждать, как же они могли, как они туда попали. Ты знаешь, слава Богу, что ты не был в их шкуре. И там, скорее всего, были какие-то причины, почему попал человек в то или иное состояние разврата, в то или иное состояние своей извращенности или какой-то рабской природы. Скорее всего, были причины. Но то, что мы можем с вами сегодня делать, это говорить, «Господи, ведь ты не погубишь праведного с нечистивым. Не погубишь». И об этом молиться. Более того, просить, чтобы нечистивые становились праведными, потому что пока есть возможность, есть возможность засекаться. И потому вспомнил Бог Авраама и вывел Лота из Содома. Вспоминает ли Бог сегодня, вот в этот день коронования, тебя и меня, чтобы кого-то по нашим молитвам вывести из Содома. Так хочется, чтобы вспоминал. И говорил, «В ради твоих молитв, ради тебя я что-то тоже сделаю. Ты сегодня сердце имеешь мое. У тебя сердце имеет сострадательную природу, потому что она не твоя, она моя, в тебя вложена. И поэтому ты не молчи сегодня, разговаривай со мной, ходатайствуй за этих людей». И Авраам ходатайствовал. И доходатайствовал до того, что Бог его слушал, но до определенного времени. И когда Авраам сказал, «Да не прогневается, владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там десять». Он сказал, «Не истреблю ради десяти». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Итак, друзья, когда мы с вами ходатайствуем, то Бог смотрит не только на слова, Он смотрит на наше сердце. Насколько оно участвует в этом процессе и насколько мы сейчас идентичны с его сердцем. И когда гибнут сегодня люди в таком количестве, нам известна только верхушка айсберга. Но мы сегодня можем ходатайствовать так, чтобы люди не уходили с этой земли без покаяния и не уходили в ад. Это одна сторона ходатайства. Другая сторона ходатайства это остановить кровопролитие, как это когда-то сделал Аарон с Моисеем. Они встали между погибающими и между мечом Божьим и остановилось поражение. Не потому, что люди изменились, потому что кто-то встал в этом месте и сказал, Господи, если их, то и меня. И Господь остановился. Он сказал, нет, на тебя не подниму своего меча. Друзья, я хочу, чтобы мы сердцем приняли сейчас вот эту функцию церкви, быть ходатаями в это последнее время. Воздаяние нас догонит. Авраам ждал 25 лет, но оно пришло в его жизнь. И мы сейчас, пусть не будем сконцентрированы на воздаянии, оно придет, потому что верный Бог. Но быть числе тех людей, которые коронуют свою жизнь царя царей и говорим, Господи, я на Твоих весах, и вот слово Твое мне дано, чтобы я там увидел Твое отражение и свое потом пережил, что во мне происходят Твои процессы и Твои перемены. И тогда, когда придет вот это слово в действие, так же, как было во дне Лота, ели, пили, поступали, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Итак, друзья, нам четко сказано, о том, что трубы в откровении, они звучат. Я не буду сейчас разбирать этих семь труб, там есть отдельно у меня в этом послание. Сейчас просто хочу сказать, что мы в этом процессе уже видим последствия и много последствий. Мы хотим остановить, вот вы знаете, там в других роликах, которые побольше по времени, не стало их сейчас выставлять, там люди в ужасе стоят и слышат этот звук и говорят, это что? Это что? Кто как начинает? Говорит, это звук земли. Кто-то говорит, это, наверное, инопланетяне. А Бог сказал, это мой звук трубы. Я вам напоминаю, я возвращаюсь. И я возвращаюсь так, что у каждого, даже самого храброго, задрожат колени. Но я хочу, чтобы мой народ сегодня не спал, чтобы мое наследие знало, что трубный звук и праздник труб, он на все века, а уж особенно сейчас, когда последнее время, когда нам надо понимать, вот о чем Бог говорил в Израиле, что это праздник на все века, и вы его празднуете. Празднуйте, вспоминайте, останавливайтесь, меняйте мышление, преобразуйте жизнь, вместе со мной, я дам вам силу, я дам вам способность с этим разобраться. И вы знаете, еще одно местописание, это третья книга Ездры, где Бог говорит к своему пророку такие слова. Шестая глава. Он отвечал мне и сказал, стань на ноги твои и слушай голос, исполненный шума, и будет как бы землетрясение, но место, на котором ты стоишь, не поколеблется. Посему, когда будет говорить, ты не ужасайся, ибо о конце будет слово, и основания земли разумеются. А как речь идет о них самих, то земля вострепещет и поколеблется, ибо знает, что конец их должен измениться. И было, когда я услышал голос, встал на ноги мои, слышал и вот голос, говорящий, и шум его, как шум вот многих. И сказал, вот наступают дни, когда я начну приближаться, чтобы посетить живущих на земле. Когда начну я взыскивать тех, которые неправдую своей произвели неправедно великий вред, и когда исполнится мера уничижения Сиона, Божьего народа. А когда назноминается век, который начнет проходить, то вот знамение, которое я покажу. Книги раскроются пред лицом тверди, и все вместе увидят. И однолетние младенцы заговорят своими голосами, и беременные женщины будут рождать незрелых младенцев через 3-4 месяца, и они останутся живыми и укрепятся. Засеянные поля внезапно явятся как незасеянные, и полные житницы окажутся пустыми. Сейчас уже говорят о голоде, о каких-то страшных событиях. Как это может быть? Даже то, что друзья могут быть выращены на полях, если это заразится ядерными какими-то отходами, все, ты уже не сможешь это есть, и Бог об этом предупреждает. Затем вострубит труба с шумом, и когда услышат ее, все внезапно ужаснутся, и будет в то время вооружаться друзья против друзей, как враги, и устрашится земля с живущими на ней, и жилы источников остановятся, и три часа не будут течь. Всякий, кто после всего этого, о чем я предсказал тебе, останется в живых, сам спасется, и увидит спасение мое и конец вашего века, и увидят люди избранные, которые не испытали смерти от рождения своего, и изменится сердце живущих, и обратится в чувство иное, ибо зло истребится, и исчезнет лукавство, процветет вера, побеждено будет растление, явится истина, которая столько времени оставалась без плода. Когда он говорил, я взглянул на того, перед которым стоял, и он сказал мне, я пришел показать тебе время грядущей ночи. Я думаю, друзья, что очень точно описано наше время. Немногие знают книгу Ездра третью, но я сейчас взяла этот фрагмент, чтобы мы реально поняли, друзья, Бог не шутит с человечеством, а Он его взвешивает на своих весах и понимает, насколько оно уклонилось от предназначения, насколько гордость и тщеславие, надмение и желание воевать с Богом сегодня появилось у людей, думая, что мы с людьми разберемся сами, сами наведем порядок на этой земле, ничего подобного. Те, которые такие суды выносят, сами первые попадут под них. И поэтому наша задача сегодня с вами не просто жить сейчас, а жить под защитой Божьих крыл, чтобы то призвание страны, о которой мы говорим и о чем пророчествовал Господь, и здесь мы видим то же самое, истина-то процветет. Она столько лет была в пренебрежении, она процветет к концу времен. Но для этого надо, чтобы носители истины не ушли с земли раньше времени, чтобы мы с вами этой истине дали овладеть нашим мышлением, поведением, преображением, принять от его рук. И вот тогда вот это, оно будет подниматься выше и выше. Кто-то из вас слышал, а кто-то не слышал пророчество, которое было много лет назад, о том, что будет у России железный занавес. Все, знаете, ахнули, думали, неужели опять вернется то, что было. Но там была такая строчка. Это не Россия закроется от всех, это все страны закроются от России. А вот это вызывало много вопросов у меня, по крайней мере, когда я читала это, думаю, интересно, как так? Почему все страны закроются от России? И тогда было продолжение. Для того, чтобы вот в этом пространстве, закрытом от всех, никто иной не мог проникнуть, но мой дух начнет там работать и разгорится такой огонь, что нельзя будет его удержать в этих границах и откроются границы, и тогда пойдет этот огонь от страны к стране. И тогда все люди узнают силу Божьего Слова, Его Истины, и после этого Он вернется. Я, к сожалению, не помню, кто автор этого пророчества, но знаю Бог. Он точно тут безошибочно, потому что мы видим, как это уже исполняется. И поэтому, друзья, не будем переживать о том, что сейчас какие-то западные страны для нас закрываются. Будем здесь искать Бога так, как никогда раньше. Будем здесь Ему поклоняться так, как никогда раньше. И для этого я хочу, чтобы не было просто сидящих христиан, а были трудящиеся на Его Ниве каждый в своем призвании, потому что взвешиваемся мы по призванию, а не потому, что я сидел рядом с хорошим человеком, или потому, что я был в той или иной церкви, либо потому, что меня когда-то бабушка, дедушка, отцы или матери благословляли. Не об этом речь. Праведник своей верою жив будет, и вера действующая конкретными плодами, конкретными делами. Вот что взвешивается на Божьих весах, и Он для этого оставил нам свое слово и сказал, я слово свое дал, как зеркало. Да, оно давалось тоже при звуке труб. Поэтому конец этого звука шафара в праздник Ош-Рош-Ашана это слово мое я дал человечеству. Насколько оно сегодня вселяется в тебя могущественно, либо лежит на полочке и пылится. Это тоже взвешивается, это тоже определяется. И поэтому я желаю, друзья, чтобы мы, услышав трубный звук, а мы его тоже услышим, не затрепетали, а поблагодарили Бога. Я имею в виду не затрепетали от страха, затрепетали перед Ним, как перед тем, который возвращается на эту землю и делает это очень уже явно. Показывает определенные сигналы. Когда в Киеве в 11-м году это прозвучало, люди думали, вот-вот, что-то произойдет. Но до 14-го года вроде бы как ничего не происходило. А потом пошло все сыпаться. И сыпется до сих пор. И уже прежним ничего не будет, друзья. Все будет меняться по Божьему плану, но сначала Он говорит, я человечество вызываю на диалог. И поэтому я взвешиваю и я определяю, а что будет дальше. Поэтому займем позицию Авраама, позицию Хадатая. И давайте помолимся. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что у нас есть сейчас такая привилегия молиться к Тебе и быть Твоими Хадатаями и говорить, Господи, вот мы и вот дети наши, вот внуки, которых Ты дал нам и которым надо сейчас жить на этой земле. И поэтому мы не отдаем их под обстрелы, мы не отдаем под различного рода разрушающую силу вражеских оружий, но мы заступаемся и ходатайствуем. Вспомни, Господь, нас, как Ты вспомнил Авраама. Когда Ты вспомнил о нем, то Ты вывел лота из Содома. Ты вспомнил когда-то Ноя и остановил дождь на землю. Боже, вспомни о нас и останови кровопролитие на земле. Вспомни о каждом из нас, Боже, и дай нам сердце, вмещающее сотни и тысячи судеб и даже миллионы, кому надо преобразиться. Потому что сегодня когда люди думают, что это за звуки, а Ты даешь нам понимать. Ты дал нам об этом знать еще в первом веке нового столетия. Я благодарю Тебя за это, Господи, что Ты сказал, а мои трубы, они будут звучать. И Вы их услышите. И я прошу Тебя, Господь, чтобы мы были готовы к моменту, когда прозвучит последняя труба и когда тайна Твоя будет свержаться. Я благодарю Тебя, Отец. Я благодарю Тебя, потому что это время особенное, когда мы живем и мы видим, что дышит конец нам в лицо. И когда перемена одного века в другое, когда перемена одного сезона переходящая в другой сезон, то Ты благослови нас быть в Твоем всеоружии под защитой Твоих крыл и отказаться от всего, что называется беспечностью, компромиссом и всем тем, что в Твоих глазах не несет смысла жизни. Я благословляю каждого человека занять свою позицию и на Твоих весах быть взвешенными и найдены весомыми и значимыми. Отец, я молюсь Тебе и ходатайствую за церковь, которую Ты поручил на этой земле. Я молюсь о каждом человеке, чтобы уши были открыты, чтобы разум был открыт сейчас для преображения. И те люди, которые будут с нами на связи и после эфира и кто сейчас, пройди по этим местам, пройди по этим, Господь, фронтам, пройди по кабинетам, пройди по домам и семьям, пройди по церквям и взвесь. Взвесь нас на Твоих весах и благослови нас значимостью и весомостью праведности Христа. И мы принимаем Твое Слово и жажду к Нему, чтобы это Слово в нас вселялось могущественно. Я благодарю Тебя, Отец. Мы короновали Тебя сегодня и говорим, будь царем в нашей жизни в этом новом году. Боже, заступись за каждую судьбу, особенно тех, которые оказались в опасных зонах. Мы сейчас молимся об этих ребятах, о мужчинах, об отцах, о мужьях, о братьях, о сыновьях. Господи, мы молимся о дочерях, мы молимся о женах, о матерях, о сестрах, о каждом, Господь. Полагаем эту молитву к Твоим ногам и говорим, Боже, мы входим в Дани Трепета и нам важно туда войти, имея Тебя коронованным Царем в нашей жизни. Прошу Тебя, Иисус, благослови нас пройти эти десять дней так, чтобы нам войти в город воротами, так, чтобы войти в Новый Год с пониманием, что мы не сами будем творить Твои дела, а Твои источники для нас открываются. Слава Тебе за это! Слава Тебе за это, Отец! И я благодарю Тебя, что мы можем сказать сейчас вот в этом дне то же пожелание, которое говорят многие евреи друг другу, пусть будет записано и скреплено печатью решения, что у вас будет хороший год. Мы принимаем, Господь, скрепленное печатью решения, что у нас будет хороший год. Мы принимаем это из Твоих рук, мы принимаем и отменяем планы дьявола на свою жизнь, на жизнь города и страны, тем более на церковь Твою. Мы отменяем эти планы, потому что нам надлежит загораться, и сегодня мы об этом пели, чтобы гореть огнем Твоей славы так, чтобы эти границы страны не удержали этот огонь, чтобы он пошел через все границы и захватывал нацию за нацией, город за городом, страну за страной, приводя все в соответствие с Твоим планом, чтобы приготовить путь Господу. И ты возвратился на эту землю и сказал, войдите, благословенные, в радость Господина Своего. Да будет так во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.